С главным врачом Славоческой городской больницы Алексеем Леонидовичем Ладожевым мы встречались уже давненько. А тут появился повод. Разговорились о медицинской реформе и стало понятно, что не все так просто и однозначно. Впрочем, начнем по порядку. С бесплатной медицины и узких специалистов. На самом деле она давно перестала быть бесплатной. Мы же все понимаем, мы все живем в реальном государстве и в реальном времени. Поэтому, в принципе, это, опять же, возвращаясь к нашему разговору предыдущему, что это одна из причин, почему сейчас медицинская реформа идет. Потому что государство не может обеспечить то, что оно прописало в Конституции, в том виде, в котором оно должно быть. В Конституции там, грубо говоря, прописано, что мы все платим за то, что у нас просто существует больница. Оно не за медицинские услуги, по сути. Потому что так государственный бюджет устроен, что распределяется это все по количеству населения и на вот такую-то больницу. Если их несколько, то на несколько больниц. Мы платим за стены и за то, что в этих стенах находится. Но не за медицинскую услугу, как таковую. Вот в этом это хотят изменить, на самом деле. Ну и опять же, это большой разговор. Что касается... Да, да, к случаю, к этому. В принципе, стоматолог, да, это узкий специалист. На данный момент мы не можем себе позволить содержать всех узких специалистов круглосуточно. Да. У нас есть договоренность с теми же самыми узкими специалистами в случае необходимости, что мы их вызываем. То есть это на какие-то травмы, на острые состояния и так далее. То есть дежурный специалист – это не человек, который сидит в кабинете и ждет случаев? Это не это самое. Есть у нас определенные специалисты. То есть у нас есть хирург дежурный, у нас есть анестезиолог дежурный и гинеколог дежурный. Это три специалисты, которые находятся круглосуточно на работе. Они именно в больнице. Все остальные у нас вызываемые специалисты, то есть по мере необходимости. Что касается именно той ситуации, которая была, вот именно той, то там, в принципе, персонал сработал по тем нормативным, скажем так, нашим внутренним документам, которые еще сохранились с времен, да, с тех предыдущих времен, в плане того, что там было четкое распоряжение, что дежурный стоматолог вызывается после осмотра пациента хирургом, да, вызывается по мере необходимости. И четко было прописано, что доставка этого специалиста за счет пациента. Уже каким способом, либо своей машиной, либо такси, либо еще как-то, то есть это все. Поэтому персонал так и сработал. В принципе, мы сейчас переходим на такую форму, что наша неотложка, да, доставляет всех нужных специалистов в больницу безоплатно. Машина не на вызове. Да, если только машина не на вызове. Если машина на вызове, то тогда или приходится ждать, или уже пациент сам везет, потому что у нас нет, несколько машин мы не можем тоже содержать одновременно. Хорошо. На какой стадии у нас сейчас находится первичная и, я так понимаю, с следующего года вторичная медицина? Что вообще ожидать с лаучаном в самое ближайшее будущее? Коротко давайте. Коротко, коротко сложно. Значит, первичная медицина, в принципе, уже практически первый. Это был первый этап реформы. И он, ну, многие постулируют, что он завершен, но на самом деле он еще как бы вот почти завершен. На финишный примонт. Да, на финишный примонт. На финишный примонт. Там действительно изменились полностью условия финансирования, да, этой всей первичной медицины. Из-за этого, в принципе, и зарплата у них более-менее нормальная стала, из-за этого и обеспечения там более-менее. Мы сейчас там хорошо подтянули материальную базу их, материально-техническую базу. В принципе, там почти все хорошо. Ну, за исключением того, чтобы хотелось, чтобы еще и доктора начали учиться, да, лучше работать и так далее. Но, в принципе, на данный момент, слава богу, плюс еще вот сейчас к нам пришло два новых доктора, так что будем надеяться, что, в принципе, и кадровый вопрос у нас тоже потихонечку закрывается. То, о чем мы говорили еще и по весне, что совсем-совсем плохо, то, в принципе, сейчас уже ситуация выравнивается. И выравнивается в том числе за счет того, что зарплаты более-менее нормальные. Со вторичной медициной все намного сложнее, ну, как и сама вторичная медицина сложнее. И простого разговора в двух словах не получится. Скажу только, что на данный момент то, что мы имеем, это первое самое главное, что реформу нынешняя власть не отменяет. Да, закон про державные медичные гарантии, который был в 2017 году принят, его никто не собирается отменять или как-то видоизменять. Да, а по закону с 01.01.2020 года вступает полностью на все виды медицинских услуг закон про державные медичные гарантии. Единственное, что сейчас готовится какое-то отступление временное, и, скорее всего, заработает он примерно с 1 апреля. Это то, что сейчас мы слышим, да? Но у нас же в государстве все может быть. Можешь сказать, что все, с 1 мы включаемся. Мы к этому готовимся, в том числе даже из 01.01, да, включиться в это все дело. И, в принципе, у нас много этапов уже пройдены, как бы мы практически готовы, там нужно чуть-чуть подтянуть базу, но есть определенные моменты, которым мы должны соответствовать. Для того, чтобы Национальная служба здоровья, которая будет основным, главным распорядителем денег в этой системе, могла с нами заключить договор. Что мне хватает слабо еще для того, чтобы... Знаете, это не короткий разговор. Это абсолютно не короткий разговор. Это разговор, так, минут на 40. Поэтому, в принципе, есть смысл встретиться как минимум. Ну, давайте встретимся еще раз. Давайте тогда о вторичной медицине, о проблемах, которые я вижу уже по вашим глазам, что нас ждут, имени Святых Славычанов, ждут, в общем, большие проблемы, большие преобразования. Проблемы, проблемы они есть всегда. Все проблемы решить невозможно одновременно, да. Мне хотелось бы донести людям, что конкретно, как это действует, это будет, как действовать будет эта система. Потому что многие привыкли еще там из советских времен, там, к участковым, ко всему остальному. Мне хотелось бы вот прямо вот так конкретно сказать, что, ребята, за вас сейчас, вот если вы заключили декларацию с доктором, то большинство ваших проблем должен решать ваш семейный доктор. Обращайтесь к семейному доктору. Если у вас какая-то острая проблема или обострение хроническое в данный момент, и ваш доктор не может вас по какой-то причине принять, обращайтесь в неотложную помощь. Она для этого и создана, для того, чтобы разруливать именно вот эти проблемы. Острые и подострые, скажем так. В том числе с участием вашего семейного доктора. То есть, в принципе, вся вот эта система, которая сейчас запускается, она направлена на то, чтобы три четверти проблем пациента решалась именно с семейным доктором, а не с узкими специалистами и не в стационаре. Так везде в мире. Наша система чуть-чуть была другая. И сейчас мы переходим, в том числе, к системе, близкой к европейской. То есть, вот мы же идем в Европу. Идем. Вот тут вот. Вот это путь. Я старше вопрос задам. У нас сейчас новая власть, она любит все менять, изменять, останавливать. Медицинскую реформу невозможно остановить? То есть, это как бы... Остановить можно все. Точнее, сломать можно все. Сломать все, да. Да, то есть, остановить вряд ли, а сломать можно. Так вот, в принципе, все специалисты сходятся к тому, что если мы первый шаг сделали и не сделаем второго, то сломается вся система. Сломается вся система. Да. И тогда давайте закончим тоже такими мелкими вопросами. Якобы пошли жалобы о том, что появились объявления, с собой нужно приносить... Ну, опять вернулись к варианту мыло с собой, туалетную бумагу и так далее. Так вот, задают вопросы, неужели медсанчасть не может этим обеспечить и так далее. Ну, медсанчасть, может, и могла этим обеспечить, а больница на данный момент обеспечить этим всем не может. По той простой причине, что стационар, а это все вот эти все списки и все остальное, ну, это как бы мы говорим про стационар, да, стационар у нас содержится за счет государственного бюджета, за счет медичной субвенции. Да, и медичная субвенция, она читку распределяет, уже раз по-русски так по-русски, есть четкий раздел денег на что и куда идет, да, на зарплату столько-то, на медикаменты столько-то, на действия средства столько-то. А дальше ничего. Ничего. Вот и все. Опять же, по поводу списков на шприцы, на медикаменты, на все остальное. Я понимаю, что так не должно быть. И мы все понимаем, что за те деньги, которые выделены, именно в рамках субвенции, мы можем устроить, как мы это называем, коммунизм для всех, но устроить этот коммунизм на месяц. Вот кто в этот месяц, грубо говоря, попал бы, тот бы пролечился, да, а все остальные. Поэтому сейчас у нас, как бы, такое, ну, не то чтобы негласное, есть договоренность о том, что мы стараемся закрывать, вот, пациент по экстренке, например, без родственников, без никого. Мы найдем на него лекарство. Да, даже если он не вернет, ну, как бы, да, мы чуть-чуть расстроимся, но так уж, да. Да, рассчитываем мы, но мы все равно будем ему помогать при любых раскладах, да, при любых ситуациях. А человек, который в плановом порядке приходит, тут, как бы, извините, да, то есть, ну, определенные вещи мы сейчас можем себе позволить, определенные вещи не можем. Поэтому вот и формируются такие списки для того, чтобы мы могли закрывать, в том числе, экстренные ситуации, которые происходят довольно часто. Давайте мы на этом поставим маленькую точку, даже не точку, а запятую в этом разговоре, а мы его обязательно продолжим на следующей неделе. Мы обратимся к нашим телезрителям. У кого есть вопросы по медицине, пожалуйста, 23621, либо в интернет на наши сайты. Ждем от вас вопросов, а на следующей неделе мы обязательно встретимся с нашим главным врачом нашей медсанчасти и поговорим подробно о медицине. И, судя по тому, что мы говорили сегодня, разговор получится достаточно продолжительный и сложный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова